Электронная почта разрывается от писем, а рабочие звонки на мобильный не прекращаются до глубокой ночи. Шеф московского бюро CNN Torque Сиамент Качмас впервые вышел на работу после двух недель борьбы с COVID-19. Прямо под Новый год журналист почувствовал недомогание. На всякий случай, как говорит сам, сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным. В тот же день к нему приехали врачи и провели осмотр. Оказалось, течение вируса сложное, и репортеру необходима госпитализация. Так Сиамент оказался на койке в Химкинской областной больнице. Да, я встретил Новый год в больнице. Я как журналист очень много работаю. Почти каждый день у меня прямые включения в новости. Есть своя программа о путешествиях и о спорте. Еще я пишу статьи. А в больнице я попал в такую ситуацию, где вынужден был ничего не делать. 12 дней Сиамент был пациентом красной зоны, 9 из которых провел в отделении интенсивной терапии под кислородной маской. Пребывание в больнице было комфортным, признается журналист. Никогда раньше он не ел столько блюд русской кухни. Особенно понравился турку борщ. Теперь он всегда заказывает его в столичных ресторанах. Но новое гастрономическое впечатление поразило репортера не так сильно, как химкинские врачи. С первого дня госпитализации до последнего 12-го дня никто не раз запросил у меня, какой я национальности. Есть ли у меня российское гражданство, есть ли страховка. Таких вопросов просто не было. И это меня поразило и покорило. Полный сил и энергии, Сиамент вновь прибыл в химкинскую больницу. На этот раз не за помощью, а чтобы лично сказать спасибо врачам. За чашкой чая разговорились. По словам лечащего врача, все случилось вовремя. Еще один день промедлений, и лечить турецкого журналиста пришлось бы гораздо дольше. Пациент поступил в состояние средней степени тяжести, жалобами на кашель, одышку, температуру. Пациент был дисциплинирован, выполнял те указания докторов и быстро пошел на поправку. Свою историю болезни и выздоровления Сиамент Качмаз уже рассказал в прямом эфире телеканала CNN Turk. Не оставшись равнодушным к самоотверженному труду химкинских врачей, журналист даже направил письмо с благодарностью в Министерство здравоохранения страны. Впрочем, зарубежный репортер далеко не единственный, кто от всего сердца благодарен химкинским врачам за то, что те в буквальном смысле вернули к жизни. Здесь и уколы, и уход. Медперсонал просто... Вот такая благодарность ему. Что и днем, и ночью забота отличная. Но сделали терапию, провели всю, чтобы я встала. Ну, а здесь стабильное лечение, уколы, капельница. Ну, и чувствую, я вот за эти 10 дней превратился в человек. Однако сами лечащие врачи никакого подвига в своих действиях не видят. По их словам, совсем не важно, кто их пациент и откуда родом. Если он попал в больницу, главная задача – как можно скорее его вылечить. Мы стараемся одинаково помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи. Ну, и получать благодарность, конечно же, приятно. Это дает определенный стимул трудиться и дальше. На сегодняшний день в красной зоне Химкинской областной больницы лечение от COVID-19 проходит 1115 пациентов. В тяжелом корпусе лечат 714 из них. Дышат с помощью кислородных масок 623 человека, а на ИВЛ находится 9. Динамика, отмечают местные врачи, положительная. Ежедневно удается отправить на выписку несколько десятков пациентов. Всего же с начала пандемии коронавируса химкинским врачам удалось вылечить и вернуть к нормальной жизни 5876 пациентов. Но, несмотря на успехи в лечении, врачи призывают по-прежнему соблюдать все необходимые меры предосторожности. Носить маски и перчатки, пользоваться антисептиками и без особой надобности не ходить в общественные места. Кроме того, медики настаивают на необходимости вакцинации от коронавируса. На сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции в химках сделали уже больше тысячи человек.